Возьмите две ложки, дайте супу. Конечно. Ну, вообще нормально кормят? Да. Кормят вкусно. В обед? И ужин. И ужин, да? А завтрак дома, да? Да. Ранее завтра, потому что не 6-7. Ну, если так кормят, то хорошо. Я вспоминаю, я тоже своих кормил так вот. Суп, ну, разный суп. Это что у вас? Коровского. 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 И котлета. Да, двигаются. Мясная? Да, да, да. Мне одну ложку. Не оставите. Зачем оставите? Нельзя оставлять. Ну, приятно. Приятно, что ничего не меняет. Я попробую. Тут там акустонно. Ну, ничего. Густа. Почему такое пристальное внимание к людям труда? С одной стороны, президент таким образом показывает всей вертикали власти, что неуделение внимания к простым нашим гражданам может привести к социальному коллапсу. Мы такие коллапсы видели в других странах постсоветского пространства, когда элиты, чиновники отделялись от простого народа, от простых тружеников, и это приводило к внутреннему социальному конфликту, который очень легко разжигался нашими оппонентами. Оппонентами, в первую очередь, бывшего Советского Союза. И на этой волне очень легко могли использовать современные информационные технологии, пропаганду и разжигать вражду между элитами и простым народом. Чем это заканчивается? Все мы прекрасно знаем. Это заканчивается социальным конфликтом, разрушением государством, потерей суверенитета и установлением контроля со стороны коллективного Запада. Таким образом, наш президент таким вниманием к простым людям труда, он как раз акцентирует внимание для наших всех чиновников, для всей вертикали власти, как надо работать с простыми тружениками. И самое главное, он делает это, наш президент, не ради пиара, обратите внимание. Он же акцентирует внимание, что именно благодаря вот таким простым труженикам мы тем самым имеем и продовольственную безопасность, и имеем экономическую безопасность, финансовую безопасность, потому что мы производим товары, услуги, поставляем их на экспорт, мы имеем валютную выручку, мы можем обеспечить себя энергоносителями, мы можем обеспечить необходимыми иностранными товарами, технологиями. То есть это все взаимосвязано. Но вся эта система на труде простых наших граждан. И президент, понимая это, он как раз едет в поля, едет на предприятия, говорит непосредственно с работниками. И тем самым нету разрыва между вертикалью власти и простыми тружениками. В других странах мы видели, как элиты старались отойти от простого народа, говорить, что мы другие, мы иные. И это всегда приводило только к одному, к тому, что эти же элиты с временем теряли власть. Поэтому власть теряли каким образом? Не то, что простой народ захватывал власть и образовывал какую-то новую формацию. Нет, захватывали власть в основном враги в виде тех или иных стран коллективного запада либо корпораций. А вообще вы, конечно, молодцы. Я редко замешаю за собой, редко хвалю людей, но вы молодцы. Спасибо вам огромное за тот труд. Крестьяне вообще у нас люди крепкие. Не потому, что я сам из крестьян хвалю вас, но вы крепкие люди. На вас держится страна. И даже в трудные те времена ни один из вас не колебнулся и не шелохнулся. Все были в поле, кормили всех. И те, кто должны были пользоваться плодами труда крестьян, и те, кто ходили и размахивали по Минску в основном руками. Поэтому вы основа нашей страны. Вы знаете, мы как-то не заметили за прошедшие годы тех изменений, которые произошли в сельском хозяйстве. А ведь именно благодаря Александру Григорьевичу Лукашенко он в свое время предложил программу продовольственной безопасности. Вспомним 90-е годы, пустые полки магазинов. Вспомним тоскливые глаза людей, которые достойно жили ранее в Советском Союзе. Забыли уже, что такое голод или недостача, нехватка продуктов питания. И вот когда мы начиная с 1994 года начали осуществлять эту программу, сколько было сил вложено. Я помню, первые цифры было вложено более 10 триллионов рублей в развитие сельского хозяйства. Притом этот вклад делался не просто для того, чтобы обновить сельхозтехнику, но самое главное делался упор на технологии, на агротехнологии, на культуру природопользования. Это очень важный момент в развитии нашей страны. И постепенно вместе с этим мы получили возможность обеспечивать продуктовым питанием всю нашу страну, да еще и иметь излишки, которые позволяли зарабатывать тот же рубль, который укреплял нашу экономику. Ну и самое главное, одновременно с этим шло развитие сельского социума. Развитие шло в понимании людей, что вот то, что делается, делается во благо. Потому что это именно правильно. Я помню значимые слова, которые когда-то произнес в самом начале президент. В центре всей нашей политики должны быть люди. И вот сейчас это для нас, в общем-то, хорошее воздаяние. Во-первых, доверие народа к власти. А во-вторых, вот та твердость, та уверенность, та надежная опора в везках, которые мы получили на сегодняшний день. Где воспитано целое поколение вот за эти годы. Целое поколение людей, которые знают, что такое отечество, что такое родзима, как ее нужно защищать непременно. А чем прежде всего защищать? Трудом своим. Если каждый на своем месте отдает все ради страны, то, как мы говорим всегда, значит, будет радость в каждой семье. Значит, будут дети. А дети – это следующее поколение. В бессмертие мы уходим вместе с нашими детьми. Как сказал один человек, что мы отдаем наше ДНК, которые отзовутся благородным отзывком в поколениях. Очень важно, чтобы министр обязательно поработал руководителем сельскохозяйственного предприятия. Это крайне важно. Ну, как и в промышленности, если министр или вице-премьер, чтобы они прошли вот этот путь руководителя той или иной организации промышленной. Точно так и здесь. Важно отметить, что сама система Министерства сельского хозяйства, она очень строго выстроена. То есть мы видели, как работают наши аграрии и в любых регионах, как контроль за уборочной, за посевной весною. Они проходили без каких-то сильных нареканий. То есть проходили по очень строгому алгоритму. И вопросы, связанные с ротацией непосредственно в самом ведомстве, главведомства. Но важно с какой позиции. Важно ведь не только какие-то тактические задачи решать или оперативные задачи решать. Они решаются в основном в регионах, на местах решаются. Важно же другое. Для ведомства определена стратегическая задача. Она связана, в том числе, с одной стороны, классическая задача – это обеспечение продовольственной безопасности. А другая задача – это повышение технологичности работы сельского хозяйства. Потому что мы видим, как растет спрос на продукцию, на продовольствие во всем мире. И главное другое – меняется климат. В этих условиях, особенно у нас, в Беларуси, требуется применение совершенно новых технологий, новых подходов. То есть фактически стратегическое видение того, как необходимо менять сельское хозяйство, как необходимо менять аграрный сектор, чтобы он в новых условиях, в условиях жесткой конкуренции, в условиях изменения климата, в условиях изменения, в том числе, технологического уклада, был наш сектор, вот этот аграрный, был предельно конкурентоспособным. Потому что все все равно в итоге упирается в цену. Если у нас цена на продукцию будет приемлемая на мировом рынке, у нас будут покупатели. К сожалению, не по нашей вине мир сегодня абсолютно нестабилен. Очень проходят мощные, турбулентные события в мире. И нам приходится быть сильными. Потому что так сложилось, что силу всегда уважают. В нашей политике мы основываемся на сильной экономике, мощной дипломатии. И я очень вам благодарен за вашу поддержку в сфере военно-технического и военного сотрудничества. Мы в этом плане прежде всего опираемся на наших друзей и прежде всего Российскую Федерацию и Китай. Ваш визит, нынешний визит, первый визит в Беларусь, надеюсь, не последний. Очень важен для нашей Беларуси. И я хочу, чтобы вы знали, что все наше сотрудничество, оно очень значимое. Мы его не скрывали ни от кого. Ни в коем случае не будет направлено против третьих стран. Нам это не нужно. Нам нужно обезопасить свои государства и свои народы. Когда в нашу страну приехал министр обороны Китайской народной республики, для многих на Западе, думаю, это было шоком. Потому что то шевеление возле наших границ, и лязг гусениц, и усиливающаяся военная группировка, и даже учение с применением ядерного оружия якобы, попытка запугать нас, попытка в то же время и России угрожать уже с этой стороны. Конечно, многих настраивало на то, что да, а как же будет Беларусь? Не будет ли вообще Беларуси? Ведь некоторые оппозиционеры так считали, что вот сейчас Польша пойдет вперед, в Польше раздавались такие голоса, что нам три дня достаточно для того, чтобы всю Беларусь захватить. А когда приехал к нам министр обороны Китайской народной республики, многие задумывались. Вы знаете, в практике межгосударственных отношений очень много внимания уделяется каким-то знаковым моментам, каким-то символам, каким-то жестам. А вот этот вот жест, этот приезд, обсуждение многих вопросов, о которых, ну, в общем-то, широко не оповещалось, оно показало, что это реальные шаги со стороны Китайской народной республики в оказании помощи Беларуси. Что Беларусь не будет беззащитна. Это для того, чтобы как-то поднять настроение и людям в нашей стране, а с другой стороны как бы предупредить Запад, что не стоит так уж наезжать на Беларусь. Она может защититься, конечно, и своими силами, но ей в любом случае и Россия поможет. Вот давайте вспомним слова того же Путина, который сказал отчетливо, что если будет вторжение в Беларусь, мы в союзном государстве, мы будем наносить удары не только по войскам вторжения, но и по центрам, где принимались такие решения. А вот этот приезд, вот эта беседа с нашим президентом, конечно, это достигнуто за счет очень хороших личных отношений Александра Григорьевича с руководством Китайской народной республики, с тем, что мы успешно сотрудничаем в экономике во многих сферах. И вот этот процесс, он благоприятно сказывается и на развитии нашего государства. Ну, людям дает и рабочие места, и придает уверенность в завтрашнем дне. И тут же обсуждение конкретных вопросов защиты нашей страны. Ведь о чем еще может говорить министр обороны с президентом? Здесь дисциплина должна быть железная. Если положено за сутки внести удобрения, надо внести. Положено обработать, там, химпрополку сделать за сутки, надо это в это время сделать. И столько раз, сколько надо. Ну, а на рапсовое поле надо, может, больше десятка раз заехать за период вегетации. С удобрениями, да. Конечно. Удобрениями, обработками. Если ты хочешь иметь 60 центнеров урожайности, чтобы рвануть, ты начинай с людей. Начинай с людей. Железная дисциплина ни влево, ни вправо. Потому что, если ты получишь технику, получишь деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься. Поэтому дисциплина, объясни людям. Не надо их, хочешь работать, не хочешь не надо. Без него никуда не уволиться. И никто его на работу не примет. Не только в этом районе, но в другом, пока он разрешения не даст. Хватит, дурница закончилась. Президент акцентировал внимание на дисциплине, фактически просто донес до руководителей, до работников самую главную суть текущих мировых экономических процессов. Суть заключается в том, что мы вступили в эпоху очень жесткой конкуренции с мировыми корпорациями. Эти корпорации действуют предельно жестко к своим работникам. Если ты обладаешь нужными навыками, умениями, тебя возьмут на работу, тебе предоставят это рабочее место. Потому что ты обеспечиваешь некую прибавочную стоимость для корпораций. Это позволяет такой подход, достаточно жесткий, циничный подход, позволяет обеспечивать высокий уровень эффективности производства. Сбоев производства нет, товары высококонкурентные, сама финансовая модель эффективная, издержки низкие. И президент фактически об этом и говорит. Он говорит, ребята, возьмитесь за голову. Потому что если мы будем все по какой-то инерции сейчас воспринимать, решать, ожидать, что кто-то за нас решит, мы в итоге проиграем. Не то время, чтобы расслабляться, не то время, чтобы как-то медленно перестраиваться. Если тот или иной работник, или руководитель, или специалист не может быстро перестроиться, не может провести какое-то самообучение, самостановление, то в этом случае он просто выкидывается из этого рынка труда. И когда президент говорит о дисциплине, он же не говорит об неком режиме закручивания гаек. Нет, это в первую очередь режим самодисциплины. А самодисциплина предусматривает то, что необходимо ставить для себя свои цели, цели по образованию, повышению навыков, умений, пониманий, которые в последующем могут быть востребованы на рынке. В первую очередь это касается, конечно же, руководителей, потому что на них возлагается огромная ответственность за трудовые коллективы, за финансово-экономические показатели предприятий. И главное здесь это умение, с одной стороны, работать с коллективом, направлять его на нужные цели, не допускать никаких внутренних конфликтов, понимать, что управление, правильное управление коллективом, оно позволяет мотивировать его, создавать нужную атмосферу рабочую, достигать нужных целей и, естественно, получать должный уровень заработной платы. Если плохой руководитель не умеет общаться с людьми, создает конфликтную ситуацию, думает исключительно только о себе, повышенные степени эгоизма, нарциссизма, все это приводит только к финансово-экономическим убыткам. Это всегда сказывается на конечном результате предприятия. Вот про это как раз президент говорил, что для нас сейчас важна дисциплина на местах, по режиму управления, самодисциплина, потому что если мы не будем развиваться в этом ключе, то, конечно же, мы не сможем конкурировать на мировом рынке, и что будет через 5-10 лет, никто не даст даже возможность прогнозировать. За несколько дней или за сутки, я уже не помню, мы с ним встречались, у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась, он мне дословно сказал, впервые тоже об этом вам говорил, он мне говорит, слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если не дай Бог, что случится, ну мы союзники, конечно, союзники, все знают наши договоры, против России кто-то воюет, мы вступаем в войну против Беларуси, они вступают в войну, у нас единая армия фактически здесь создана, если вдруг что случится, я говорю, что может случиться, ну всякое может быть, ты прикрой меня, пожалуйста. Вот в этом интервью очень хорошо проявилось, прежде всего, философское ощущение жизни, умение диалектически разложить все события в соответствии с их значением и с возможными последствиями, теми причинно-следственными связями, которые создают рисунок событий в наше время. Ну еще древний мудрец когда-то сказал, что философы должны быть правителями, а правители должны быть философами. Вот в этом я вижу, Александр Григорьевич настолько сегодня возрос над теми политиками, над теми правителями, которые в современном мире, что можно сказать, что пройдет еще немного лет, мы уже сейчас ощущаем то духовное величие, то влияние на жизнь нашей страны со стороны президента, которого мы избрали и поддерживаем, со временем это будет ощущаться еще больше, когда мы уже отдалившись от этих событий будем оценивать все гораздо трезвой, когда все эмоции уйдут. И надо сказать, что в этом ключе очень помогает нашему президенту его дружеские отношения с Владимиром Владимировичем Путиным. И говорил в этом интервью как раз наш президент, что они как равноправные партнеры поддерживают друг друга и помогают. И даже Путин действительно обращался к Александру Григорьевичу, что мало ли что может случиться, как-то прикрой, поддержи. Ну и так же и наш президент надеется, что и со стороны Путина будет искренняя, дружеская, союзническая помощь. В наше время это большая редкость. В межгосударственных отношениях всегда складывается ситуация, когда право силы решает все. Право финансов, право денег, право более мощных вооруженных сил. И зачастую, что мы видим на примере Европы, слабые правители, они покорно следуют в хвосте за Соединенными Штатами Америки, выполняя все их инструкции, выполняя все команды. И не думая, а что будет дальше? Уже сейчас народы западных стран выражают свое возмущение. Пример Франции, там не прекращаются, в общем-то, выступления против. Я помню ту ситуацию, когда Макрон предлагал Александру Григорьевичу, давайте я буду посредником в 20-е годы, помните? Было смешно слышать об этом, когда там, на улицах, огонь, насилие над собственным народом. И предложение такое звучит нам, посредничество. А кто ты такой, чтобы посредничать? Каким авторитетом ты пользуешься? Поэтому и сказал Александр Григорьевич, ему надо у себя навести сначала порядок. Единственное, я начинаю думать, а там ракета сбила, взрыв на борту. Ну, знаете, ну, что такое сбила ракета? Это же только главнокомандующий может дать команду ВКС, военно-космическим силам, командующему что-то сделать, так? Он даст команду какому-то конкретному подразделению, а тот даст команду расчету конкретному. Ты понимаешь, сколько людей задействовано? Ну, какой идиот это будет делать? Хотя я и это не отрицаю. Черт его знает. Может, какие-то там умалишенные решили это, но не верю. Но то, что хвост оторвался, там уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту. Кто это осуществил? Я лично не знаю. Важно, наверное, подчеркнуть, что президент, самое главное, он же на тот момент, когда вот как раз вкладывалась такая достаточно напряженная информационная ситуация во всем медийном поле, он в открытую перед журналистами обозначил те темы, те предложения, те оценки, которые до этого в принципе никто и не давал. То есть наш президент очень четко взял на себя, как всегда, ответственность, мужество не то чтобы прокомментировать, а даже дать определенную оценку тем событиям, которые произошли. Но мы видели, как различные деструктивные медиа, либеральные медиа старались перевернуть всю эту ситуацию, обвинить в этом непосредственно президента Российской Федерации. И, конечно же, наш президент очень четко определил, что никакого интереса со стороны властей Российской Федерации в том, чтобы каким-то образом ликвидировать Пригожину и его команду не было. Президент в открытую об этом сказал. До этого это все были мишура информационная, которые создавались вот этими деструктивными каналами, либеральными медиа и создавали такую, знаете, напряженность не в нашем обществе, а в российском обществе. А президент очень четко обрезал их, обрезал эти все разнотолки и пояснил, что никакого интереса у властей, несмотря на ситуацию, которая сложилась 23-24 июня, у властей не было российских. И, скорее всего, причина кроется в другом, но надо подождать непосредственно результатов следствия и не надо делать каких-то предварительных оценок, потому что это все либо чье-то суждение, либо попытка изменить общественное мнение по данной ситуации. Поэтому можно однозначно сказать, что наш президент в этой достаточно такой непростой информационной ситуации смог перехватить инициативу, повестку, направить ее на конструктивный режим обсуждения. И мы видели, как многие вот эти медийные площадки, деструктивные, они сразу стухли и внимание к ним полностью нивелировалось после как раз интервью нашего президента. Что получилось? Где не сработали? Может, у вас уже есть видение, как дальше будем совершенствовать систему поступления в ВУЗы? Как мы договаривались, в этом году мы всякие вакханалии по поводу организации вступительной кампании должны закончиться. Хочу услышать, как себя показало проведение вступительной кампании для целевиков отдельно от основного приема документов. С каким уровнем подготовки пришли в этом году абитуриенты-целевики? Сегодня система образования в нашей стране, конечно, она претерпевает определенные изменения. Мы как-то неосторожно разрушили очень многое, то, что было создано в Советском Союзе. Те традиции, а прежде всего, профессорско-преподавательский корпус. Все дело в том, что все, что делается в нашем мире, оно делается энергией конкретных людей. И кто учит, кто готовит молодое поколение, от этого очень многое зависит. Будут ли заложены правильные мысли, будет ли воспитан патриот нашей страны. Я помню, как еще на Первом съезде ученых я выступал против принятого когда-то решения о сокращении преподавания гуманитарных дисциплин в вузах Беларуси. Это нанесло уже ощутимый вред. Можно подготовить хорошего специалиста. Он хорошо будет разбираться в технике, в технологиях, в любых других сферах жизнедеятельности. А будет ли он любить свою родиму? Будет ли он восхищаться красотой земли нашей? А будет ли он готов защищать, вот так как Александр Григорьевич показал пример, с оружием в руках, готовность защищать свою страну? Вы знаете, когда-то очень серьезно обсуждали проблему Франции. Очень показательно для западного мира. Они отказывались служить в армии. Они считали, а зачем нам защищать Францию? У нас единая планета. И вот это вот космополитизм, как течение, очень вредное. Потому что у каждого государства есть свои стратегические национальные интересы. И их забвение, стремление как-то присоединиться к каким-то общечеловеческим ценностям, оно выхолощивает самое лучшее, что есть у людей. Люди начинают думать, ну пусть кто-то там защищает все, что нам дорого. А я в это время, да, буду развлекаться. К сожалению, это отразилось и на нашей молодежи. Это первая причина. Вторая, я считаю, причина в настоящее время очень заметна стала возросшая бюрократизация системы образования. Идет массовый поток документов, указаний, самых различных требований, отчетов. Порой преподавателям не остается времени на подготовку к занятиям, к научным разработкам. Это заметно. Раньше такого потока не было. И я считаю, как профессор, что здесь просто можно назвать так, как в народе говорят, имитация бурной деятельности. То есть реальных каких-то изменений благоприятных для системы образования нет. Это отражается и в том, в обеспеченность того же профессорско-преподавательского состава. В Советском Союзе это было на порядок выше. В стремлении людей заниматься наукой, потому что без научного потенциала в каждом вузе нет системы преподавания. Это не школьные учителя. Это высшая сфера образования. Сегодня очень трудно предложить молодому человеку, юноше, девушке, чтобы они согласились поступать в аспирантуру, занялись научной деятельностью с прицелом как раз на преподавательскую деятельность. Мы страдаем от того, что стареет профессорско-преподавательский состав. Пройдет еще немного времени и могут возникнуть серьезные проблемы. Серьезная проблема заключается в том, что мы как-то потянулись к баллонскому процессу. Мы многое изменили в нашей системе образования в угоду баллонскому процессу, но баллонский процесс нас не принимает. Мы же знаем, что прежний министр заключил соглашение и подписал протокол о намерениях по вступлению в баллонский процесс, но там были выставлены определенные условия, на которые мы не были согласны. И это не отвечает традициям, менталитету народа нашей страны, потому что там требование такое, что должна быть автономия университета. Ну как может быть в государстве автономия университета? То есть практически это призыв. Отдайте воспитание молодежи на откуп группе людей, которая сформировалась в определенном университете, который не зависит ни от кого. Прежде всего ни от государства, ни от народа. Мы же не можем себе позволить такого. Это очень серьезно. Мы, естественно, не смогли с этими требованиями справиться. И баллонский процесс нас не принял. Но мы продолжаем как-то по этому пути, ну скажем так, пытаемся усидеть на двух стульях. И вот показал визит Александра Григорьевича в Белорусский государственный университет, основной вуз нашей страны. Там как-то достаточно выпукло тоже проявляются вот те особенности системы образования, сложившиеся на сегодняшний день. Но я скажу, что это не вина ректора. Там молодой, энергичный, очень знающий и авторитетный ректор на сегодня в БГУ. Конечно, в любом ведомстве идут, скажем, внутренние процессы. Не обходится без интриг. Возможно, кому-то захотелось поставить нового, своего человека. С одной стороны. А с другой стороны, если кто-то что-то делает без недостатков, сделать ничего невозможно. Но если человек движется в правильном направлении, а я считаю, что в БГУ правильное направление, то это нужно поддерживать, а не пытаться этот процесс как-то осложнить. Вы знаете, мы до сих пор испытываем влияние тех тайных сторонников оппозиции. 20-й год он был не случайен. Оппозиция поднакопила потенциал. Выплеснула его, но мы оказались сильнее. Мы оказались, скажем, с более надежным потенциалом. Отстояли страну. Хотя практически в 2020 году Александр Григорьевич сам сказал, что мы стояли на грани гражданской войны. Очень многие спрятались. И из-под тяжка что-то пытаются. Нужно всегда очень внимательно рассматривать, каковы же причины, каковы намерения и какова конечная цель каких-то изменений, которые предлагаются. Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Нагнетает истерию по поводу присутствия на нашей территории сотрудников частной военной компании «Вагнер». Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой. Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованное и глупое требование. Даже не просьбы, предложения, а требования. Президент предельно ясно подчеркнул, что позиция Варшавы, позиция стран Балтии, она вообще неадекватная. Первое неадекват в том, какие они могут к нам предъявлять требования. Требования к суверенному государству. Какие требования? Эта форма общения вообще неприемлема, особенно между соседями. Второй аспект в том, что перед тем, как выдвигать такие требования, жесткие требования, и переходить к такому режиму отношений, необходимо в первую очередь посмотреть на себя. И быть предельно чистыми или нейтральными. и заявлять об мире, об том, что соседи должны дружить. Тогда, да, можно говорить о том, что их какие-то повестки, которые они подняли, несколько обоснованы. Но в нашей ситуации мы видим совершенно другую позицию. Варшава говорит, она просто выступает некой говорящей головой, потому что за нее говорит кто? Говорит Брюссель, говорит Вашингтон и Лондон. Они формируют текст. Варшава выступала исключительно просто рупором их повестки. В части требований по исключению с нашей территории и ЧВК «Вагнер» или союзной группировки войск, да, они необоснованы, потому что на протяжении фактически последних 30 лет НАТО ничего другого не делало, как формировало всю военную инфраструктуру, при том постоянную инфраструктуру, склады, аэродромы, подъездные пути прямо на территории Восточной Польши, прямо у наших границ. И это они не делали, делали не в течение одного дня, это на протяжении последних вот 30 лет. То есть у них планы агрессии по отношению к нам, по отношению к Беларуси и России были давно, и они были заложены еще старые программы НАТО. И ни от каких проектов по проведению захвата наших территорий, территории Советского Союза, они не отказались. Поэтому наш президент очень хорошо сказал, вы вначале выведите эти войска, уничтожьте эту военную инфраструктуру, которую вы создали, сделайте ваши государства нейтральными, свободными от любой милитаристской и нацистской, националистической идеи. И тогда можно будет с вами говорить. А иначе мы вынуждены обеспечивать для себя, для своего народа безопасность. Как мы это делаем? Какими методами? Это уже вас, поляков, стран Балтии, не должно касаться. Что касается белорусской тематики, в Польше поляки должны понимать, причина только одна. Им надо внешний какой-то враг. Беларусь, Россия, вот это враг. На устах у поляков Беларусь, Беларусь, Беларусь. Почему мы вляпались, поляки, туда, почему это нет, почему того нет, и топливо дорого, и это, а у беларусов нет. Они же сравнивают. Поэтому нас надо опустить. Они на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент там и победить. Не получится. Полякам мы все объясняем и объясним. В ближайшее время еще увеличим эти разговоры на польскую тему. Мы будем им говорить правду. Да и поляки видят сами что-то. Современная Польша это, прежде всего, очень сложный конгломерат общественных отношений, в которых присутствуют и древние традиции, гонор, шляхетский, и новые какие-то веяния, которые, по примеру, Соединенных Штатов встраиваются в экономику, в политику Польши. Дело в том, что Польша традиционно она всегда шла за кем-то. Вы знаете, периоды, когда Польша шла за Францией, когда Польша шла за Англией, сейчас она нашла нового патрона Соединенные Штаты Америки. Для Соединенных Штатов Америки Беларусь, как последнее незамкнутое звено в санитарном кордоне вокруг России, конечно, является целью, одной из целей их политики, их действий. Польша по наущению Соединенных Штатов участвует во многих мероприятиях, в то же время решая и свои внутренние политические проблемы за этот счет. Найти образ врага в лице Беларуси, в лице России, и все эти недостатки жизни в Польше, ведь сегодня в Польше очень трудна жизнь для простого народа, очень трудна, и мы это знаем. За фасадом свобод, которые они декларируют сегодня, скрывается и серьезный диктат, и в общем-то попытки через унижение Беларуси, через унижение России, сегодня как-то смягчить мнение своего народа о нынешних правителях Польши. Можно сказать, что Польша активно включилась в санкции, в том числе против Беларуси. Она, откровенно говоря, вот это можно назвать международным хулиганством, то, что творится на границе, когда они избивают до полусмерти людей и выбрасывают на нашу территорию. И числа тех людей, которые приехали в Польшу, надеясь, что прикоснутся к западной свободе и демократии. И вот, когда происходят такие события, когда вот так вот наглым образом они себя ведут, мне это напоминает период, вы помните, Польша тогда попыталась пойти за фюрером немецкой нации, за Адольфом Гитлером, за фашистами. Ведь вслед за Германией Польша полакомилась некоторыми территориями Чехословакии, когда Чехословакия западным сообществом была отдана полностью фашистам. Они, в общем-то, получили для себя неожиданный поворот. Война Вторая мировая началась именно с Польши, 1939 год. Под сфальсифицированным предлогом якобы нападения на радиостанцию Угляевицы, немцы напали на Польшу и развязали большую войну в Европе. И тогда они, так же как сейчас, кстати, они вокруг себя объединили почти все страны Европы и двинулись через Белоруссию, они двинулись на восток, завоевывая себе пространство. Если некоторые прислужники фашистов думали, что в том числе и поляки, что вот тут и они тоже поживятся, то оказалось, что у фашистов совершенно другие домерения. Им нужны рабы, им нужна чистая территория для расселения собственных бюргеров и собственных крестьян, бауэров. Вот то же самое примерно происходит сейчас, но сейчас уже над всем этим стоит Америка, а Польша надеется, что она что-то здесь сможет урвать. поэтому она позволила, чтобы на ее территории сейчас формировалась значительная группировка войск НАТО. Они бросают большие средства, отнимая их у народа своего на военно-промышленный комплекс, для того, чтобы были поставки нового вооружения, для того, чтобы была подготовка армии. Но можно сказать, что напрасны их надежды, если даже они попытаются двигаться на нас. Партизанская Беларусь доказала, что она может себя защищать и силами армии, и силами восставшего народа, против любых захватчиков. Сейчас приоритет отдается гибридным воинам, тем тихим, не силовым методом, но они попытались тихим не силовым методом, воздействовать на население нашей страны, для того, чтобы добиться целей своих, и 29 августа, насколько я помню, сейчас они вынуждены были на съезде у себя в Варшаве, где собрались практически все лидеры западных стран признать, что методами политического противостояния сломить Лукашенко не получилось. И вот тогда мысли были о втором этапе силовом, Путин обломал их, и действия активные нашего президента тоже показали, что мы готовы к любым событиям и готовы защищать себя. И народ наш в основной массе своей доказал, что он готов защищать себя и территорию свою обеспечивать незалежность страны. Так что я думаю, что ничего у них не получится. И все эти политические извивы, все эти политические интриги ради того, чтобы выиграть выборы, ради того, чтобы добиться своих каких-то определенных целей, они все равно потерпят поражение. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова